Руководители общеобразовательных учреждений глава Люберец Владимир Ружицкий, а также председатели родительских комитетов и поставщики школьного питания встретились за круглым столом. На собрании обсудили актуальные вопросы, связанные с качеством школьного питания и рассмотрели предложения по его улучшению. Подробности далее в сюжете. Не только вкусно, но и полезно. Такая задача стоит перед организациями, ответственными за школьное питание. Общее образовательное учреждение Люберец, в которых нет своего пищеблока, обслуживает один и тот же поставщик. В 20-й гимназии, например, в этих услугах не нуждаются. Горячие завтраки и обеды готовят на месте. Геркулёсовая каша с какао, с хлебом. И сыр с творогом. Вкусно очень всё. Качество школьного питания под тотальным контролем. Проверить еду на вкус могут все родители, которым не безразличен этот вопрос. Сейчас записаться на приём в столовую стало проще. На всех сайтах общеобразовательных организаций размещено типовое меню, которое используется в работе. И ежедневное меню мы публикуем для того, чтобы родители могли понять, что сегодня в рационе питания. На школьном портале появилась новая вкладка, где вы самостоятельно можете записаться и прийти попробовать то меню, которое ваш ребёнок каждый день кушает в школе. Акция «Родительский контроль» стартовала в Люберцах в феврале. Школьную еду уже успели попробовать более 400 человек. С начала нового учебного года нареканий по поводу качества питания от родителей не поступало. Но есть другие вопросы. Например, рацион завтраков и обедов для детей, страдающих аллергией. Эти точечные проблемы обсудили за круглым столом. Глава Люберец Владимир Ужицкий предложил отправить запрос в Министерство образования Московской области с просьбой скорректировать меню таким образом, чтобы оно подходило для всех учащихся.